Последний аккорд На мой взгляд, вот этот бюджет, который мы принимаем, один из самых противоречивых бюджетов, принятых за последние годы. В чем противоречие? Это противоречие между теми целями и декларациями, которые провозглашают наше руководство страны, и теми средствами, которые заложены в бюджете на реализацию этих целей. Давайте далеко ходить не будем. Возьмем ВВП. Цель руководства страны более чем амбициозная. То есть мы должны достичь темпов роста ВВП на уровне мировых стандартов. То есть на мировом уровне. Но если учесть, что наша денежно-бюджетная кредитная политика сегодня направлена на то, что уменьшаются инвестиции в экономику, а бюджет последующих трех лет доказывает как раз это, инвестиции уменьшаются, когда по-прежнему продолжается сжатие денежной массы, когда по-прежнему плавает рубль, когда поддерживается искусственная цифра инфляции за счет сжатия потребительского спроса в размере 4%, когда ключевая ставка будет снижаться в последующие два года на 1-2%, сейчас 8,25 планируется 6,7, ну, наверное, тогда нашему производству, нашей экономике можно сказать только одно – прощай надежда на дешевые кредитные ресурсы. Как в таких условиях можно ставить задачу увеличения темпов роста валового внутреннего продукта? Думаю, что задача нереальна. Тем более, что последние месяцы вот текущего года, говорят о снижении темпов роста ВВП, и вместо запланированных двух с лишним процентов, значит, мы сегодня имеем где-то около полутора. То есть вот она база. Другое противоречие – это наша налоговая система. Если наше руководство говорит о том, что налоги должны быть стабильными, и налоги не должны расти, но мы наблюдаем картину совсем другую. Вот в этом противоречии. Давайте посмотрим. Мы уже и так 61% имеем налогов. Что это? Это НДС, это НДФЛ с его плоской шкалой вместо прогрессивной. Значит, это страховые взносы, а есть еще транспортный налог, а есть еще налог на собственность, значит, а есть еще акцизы на топливо, например, и на легковые автомобили с этого года увеличиваются акцизы. Вот. Поэтому налоги, по сути дела, растут. Но самый интересный, самый странный налог, я бы сказала, это налог на движимое имущество. Можно его по-другому назвать. Налог на основные фонды. Вот скажите, это ли не чистейшее безумие вводить налог на модернизацию производства? То есть на основные фонды, износ которых у нас сегодня составляет порядка 50%, а может быть даже и более 50%. Я лично считаю, что это чистейшее безумие. Но наше правительство настроено на то, чтобы любой ценой наполнить бюджет. И затем сидеть над этими резервами, как кощей над златом, не вкладывая ничего в экономику страны. Следующий момент, о котором хотела бы сказать, это регионы. Если мы сегодня говорим о долгах регионов, а на 1 октября текущего года долги регионов сегодня составляют цифру 2 триллиона 212 миллиардов рублей, то половина из них кредитов коммерческих. Если половину из этих долгов, мы проводим реструктуризацию половины этих долгов, как бюджетных кредитов, то что делать с коммерческими кредитами, никто не знает. Мы задаем этот вопрос, никто не знает. Правительство, по крайней мере, не отвечает на этот вопрос. Вот и говорим мы о том, что поддержка регионов сегодня очень серьезная. Вот еще одно противоречие. Где она, в чем поддержка регионов? Сегодня 55 регионов имеют коммерческий долг. 14 из этих регионов имеют коммерческий долг выше 50%. В чем поддержка? Между тем, хочу сказать, что 2 триллионов у нас не находится, чтобы закрыть долги регионов. Однако мы нашли 6 триллионов для того, чтобы приобрести облигации американские и помогать развитию американской экономики. Никак не оставляя деньги на свое. Последнее, о чем хочу сказать, это социальная сфера. Нам говорят с высоких трибун, что у нас социальное государство. Покажите мне, в чем оно социальное? Может быть оно социальное у пенсионеров, особенно у тех, кто вынуждены работать, и не получают они индексацию пенсии, потому что работают. А работают они, потому что не в состоянии прожить на мизерную пенсию. В этом социальное государство, бюджетная сфера, фонды оплаты труда в бюджетной сфере не растут практически. То, что добавляется, съедается инфляцией. А майские указы выполнять надо за счет чего? Опять тотальная оптимизация, которая уничтожила качество образования и качество предоставления медицинских услуг. В этом социальность государства. Поэтому я считаю, что вот такие противоречия, они наш бюджет, нашу страну к добру не приведут. Наша партия имеет 10 шагов, реальную программу, которая способна сегодня вывести страну из кризиса. И наша сегодня задача заставить исполнительную власть страны прислушаться, и не только прислушаться, а взять на вооружение нашу программу. Фракция КПРФ, конечно, не будет поддерживать этот бюджет. Мы не против бюджета. Нет. Мы против тех принципов формирования бюджета, которые загоняют в страну в экономический и политический ступор. Фракция КПРФ принципиально голосует против данного проекта закона. И мы считаем, что он не решает ни одной принципиальной проблемы, которая стоит перед страной. Прежде всего, не обеспечивается развитие производства с тем, чтобы поднять производительность труда и выйти на темпы развития высшей средней мировой. Это наша главная задача. Во-вторых, бедность продолжает расти, социальное неравенство при этом растет, количество миллиардеров долларов также растет. В конечном итоге два полюса. Бедная страна и небольшая, как бы говоря, 1% по сути дела богатая элита. Мы считаем, что можно построить бюджет на других принципиальных основах. Прежде всего, у нас заниженные доходы. Вы знаете, что при 40 долларах на нефть, а сегодня примерно текущая цена 58-59 долларов, 65 миллиардов рублей дает прибавка каждого доллара в росте цены. В итоге у нас уже формироваться будет на следующий год резерв в порядке 1,2-3 миллиардов рублей. Они никоим образом там не учтены. А, соответственно, нам придется еще вернуться к бюджетным работам с тем, чтобы не один раз, возможно, в следующем году, в 2018-м, пересмотреть все параметры бюджета. С другой стороны, мы их отправляем действительно на снижение дефицита, как уже Веран Карнин сказал, в бюджеты Соединенных Штатов Америки. Это примерно 6,5-7 триллионов рублей, если говорить по рублям. Денег не хватает. Мы занимаем на рынке государственных облигаций, и эта сумма достаточно большая, притом дорогая, потому что 7,5 процентов, по сути дела, нам придется по государственному долгу, потом вы получите. С другой стороны, население накладывается все большими акцизами и сборами. Эта сумма примерно в бюджете составляет будет порядка 300 миллиардов рублей. Но одновременно, одновременно, мы освобождаем госкомпании и обречаем их налоговый режим. И в конечном итоге они от этого, по сути дела, только роскошью пользуются, а действительно влияние на просто производительность труда в стране от этого не намечается. Мы приняли, вы помните, вернее, фракция КПРФ иступала против, но в целом Государственный Дум проголосовал за то, чтобы освободить резиденцию наших крупнейших олигархов. Это тоже, в общем-то, накладка на бюджет и снижает бюджетные наши доходные возможности. Если брать другие направления, то, безусловно, не решается вопрос возвращения вкладов населения. Совсем недавно Государственная Дума очередной, уже 11 раз отклонила, в принципе, решение вопроса по возвращению вкладов, которые находились в берегательных банках СССР на 1991 год и в государственных страховых компаниях на начало 1992 года. Это общая сумма, 43-44 триллиона рублей, это все деньги, которые уже реализованы в собственности. Это заводы, которые сегодня присвоены олигархами. Это природные богатства, которые, по сути дела, приносят в основном доход олигарх. И население опять остается ни при чем. Поэтому вот по всем этим направлениям КПРФ считается, можно действительно в рамках программы «10 шагов в достойной жизни», которую представляет КПРФ, мы могли бы, существенно, на 6-7 на 10 триллионов рублей увеличить доходную изящую, соответственно, направлять это все на развитие науки, образование, другой социальной сферы, в конечном итоге выйти на темпы, действительно позволяющие стране занять достойное место в мировом экономическом хозяйстве.